Перестать втягивать живот. Но лучше вообще его не втягивать, лучше постройнеть. И мы сегодня попробуем подступиться к кашам. Какие же каши подходят для похудения? Диетолог Роксана Бондаренко у меня в гостях в студии. Роксан, добрый вечер. Здравствуйте. Классную мы тему заявили, правильную, насчёт каш. Можно похудеть на кашах? На кашах можно похудеть и заработать себе болезней. То есть здоровое снижение веса и каши, монодиеты, это несочетаемые продукты и направления. Это был спойлер. Теперь давайте по порядку. Но каша, каша рознь. У нас там есть какие-то модные топ-3 штуки, которые сейчас все стараются исключать. Там это молочка, глютен и сахар. Вот про каши тоже эта история? Есть же гречка, есть овсянка, есть рисовая каша, есть кукурузная и куча ещё. Это, я так понимаю, очень разные каши. Да, конечно, каждая каша. Могу сказать, что все виды каш практически все богаты минералами, богаты клетчаткой, богаты углеводами. Каши, которые мы не рекомендуем, и они, в принципе, не полезны, это каши рис белый и манка. Манка – это просто вкусная каша, которая даже не полезна детям, в принципе. Хотя ими мы кормим, да? Мы приехали, да. Да, но могу сказать, что вот когда я готовилась к эфиру, да, читала много разных диет, и у меня прямо, знаете, вот такая мысль была, что попробовать? Ну так прям расписывают, что, блин, ну... И у меня прям как у диетолога потом такая, нет, давай подумаем. Что расписывают? Пользу каш? Пользу быстрого снижения веса. То есть настолько быстро всё моментально это происходит, что и это доступно. То есть человек, который решил снизить вес, да, то есть, например, после летнего застолья или что-то, он набирает в интернете, мы выбираем монодиеты на кашах, на гречке, например, да, полезная каша. Да, она полезна, но она полезна с белками, жирами и углеводами, то есть с мясом, с овощами, в балансе. Мне кажется, я понимаю, почему каши попадают в людей, которые хотят похудеть. Посмотрите на овсянку. Идеальный мучитель, невкусная, некрасивая, ну и говорят, зато супер, там как-то очищает кишечник, и вы тут же быстренько худеете. Что с овсянкой? С овсянкой могу сказать, что любая каша, она полезна именно в виде в готовом, ну не быстрого приготовления, да, а в готовом виде. Так, это важно. Да, то есть мы, и, конечно, полезнее даже не хлопья, а полезнее каши цельнозерновые. То есть если мы её варим и кушаем. То есть это прямо овёс. Вы видели давно овёс такой натуральный, грязненький. Да, такой не очень вкусненький такой, и долго готовится, и настаивается долго. Могу сказать, что даже если мы возьмём любые виды каши и рассмотрим каждую в отдельности, просмотреть просто, вот если мы просто их соберём, вот скажем, вот мы монодень, неделя, или две недели на каше, да, то в принципе мы в итоге заработаем себе ещё углеводное нарушение. То есть результат мы получим за счёт чего, да, любая каша, абсолютно любая, она полезная. Но если это будет диета именно на кашах, да, завтра каша, обед каша и на ужин каша, то, конечно, калорийность продуктов, если она будет без масла, если она будет на воде приготовлена, она будет небольшая. Снижение веса мы получим. Но когда мы вернёмся к своему обычному режиму питания, мы обычные килокалории свои будем съедать, и вес обратно наберётся, как губка, то есть и обратно всё придёт. И плюс к этому мы можем заработать ещё болезни. Если у человека есть углеводное нарушение, как это можно на себе найти? Если у вас образовывается лишний вес в области живота, так называемая фигура яблока, да? Это и для мужчин, и для женщин равно справедливо. Да, 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 неважно. То есть это углеводное нарушение, это первый маячок, что у вас углеводное нарушение, и такие диеты для вас просто опасны. Вы можете просто перейти в стадию преддиабета в диабет, и уже сесть положительно на таблетки. Вот приехали. Так, слушайте, сколько дней это безопасно делать? Или лучше вообще не начинать? Безопасно делать разгрузочные дни. То есть можно сделать раз в неделю, до двух раз в неделю, моно-дни, вот, например, на каше, это может быть, например, каши, которые готовим мы, ленивые каши, так называемые, когда мы завариваем их с вечера, да? То есть кефиром заливаем, либо просто кипятком, она не варится, она просто настаивается всю ночь, и утром готовая каша. То есть мы можем в течение дня её кушать, но как разгрузочный день. Когда мы, например, вчера у нас была свадьба, день рождения, сегодня я просто хочу немножко почиститься и скинуть лишний килограмм-два. Можно ли в кашу добавлять масло, и нужно ли? Сливочный, я сейчас говорю про классический рецепт каши. Я могу сказать, что всех пациентов сейчас я перевожу на растительные жиры, поскольку мы, я замечаю, что пациенты недоедают растительных жиров, нерафинированных масел, и очень полезно вместо сливочного масла добавлять те полезные и супернеобходимые жиры в нашем рационе, это нерафинированные масла. Это может быть оливковое масло, кокосовое масло, миндальное. Полезность сливочного масла, есть определенное масло кхи, топленое сливочное масло. Вот его тоже можно использовать, и оно полезнее, потому что в нем меньше холестерина. Хорошо. Но уместно ли? Вот сейчас просто, мне кажется, могут впечатлительные люди немного напрячься, что как же, мы же все равно на завтрак как минимум раз в день едим кашу. Так можно оставить? Этого достаточно и уместно? Прекрасный вопрос. На самом деле в правильном, полезном снижении веса, в правильном балансе. Полезно каши есть на завтрак. Они помогают правильному, здоровому запуску пищеварительной системы и в обед. То есть в обед вы тоже можете кушать каши в виде рагу, просто каши с белком, с овощами. Это прекрасный источник углеводов, прекрасный источник клетчатки, витаминов. Кашу обязательно нужно хотя бы раз в день кушать, но в идеале завтрак и обед. Дополнение. Гарниром она может быть. Слушайте, в интернете куча разных топов, и самое часто встречающееся первое место все-таки занимает моя любимая овсяная каша. Есть реальный топ, вот с вашей точки зрения, как диетолога, и в теории, и на практике? Топ-3 каши полезные. Полезная каша, конечно же, булгур, она богата белком. Гречка, она богата витаминами В, железом, белком. Белок в гречке похож на мясной белок, то есть очень полезный. И следующая каша, это пшено, но именно пшено в виде прям зернышек. То есть овсянка тоже хорошо, овсянка это быстрое овсяные хлопья, если мы про них говорим, про геркулес. Есть ленивые каши, повторюсь, в банках. Кефиром залили, утром уже готовая каша. С добавками, с бананом, с орехами. Это так полезно. Люди, которые очень быстро завтракают, набегут бутербродами, с вечера приготовили кашу, утром встали, не нужно заморачиваться. То есть всё готово, в баночке хранится в холодильнике два дня. То есть можно на день приготовить себе уже готовый завтрак вечером. Так, ну вроде по всем кашам прошлись. Масло, какое лучше всего добавлять растительное, нерафинированное масло? Уже очень много сейчас. Да, ну самая большая польза, это, конечно же, от масла кокосового. Это прям вот я всем рекомендую, всем советую, потому что в нём есть лауриновая кислота, которая помогает нашему организму в период простудных заболеваний. Классно. Теперь мы можем кокосовым маслом, нерафинированным, ещё и помогать себе при простуде. Спасибо большое. У меня в гостях диетолог Роксана Бондаренко. Главный вывод, ну всё есть яд и всё есть лекарство. Вопрос дозировки и вообще грамотного, умного подхода. Каши есть можно и нужно, но сидеть на них постоянно не надо, и это точно не помогает. А мы вам помогаем, приносим радость.